Сегодня представители Краевого Министерства Строительства и ЖГХ рассказали, как изменятся тарифы на коммунальные услуги и на что пойдут деньги. Платежки с новыми увеличенными суммами жители нашего края получат уже по итогам этого месяца. Водоснабжение и водоотведение подражают на 10,6%, тепло вырастет в цене на 8%. Общий предельный рост составит не более 8,9%, обещают эксперты. Такое повышение является плановым и ежегодным. Расценки устанавливаются региональной энергетической комиссией в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам России. Оплата за коммунальные услуги включает в себя расходы на приобретение топлива, это расходы на электрическую энергию, которые в том числе тоже повышаются. Ведь тариф на коммунальные услуги, он состоит из как раз составляющих. Это и обслуживание сетей, соответственно, это и повышение заработной платы работников коммунальных служб. И тот, кто вырабатывает этот коммунальный ресурс, его поставляет. Если у жильцов появятся сомнения по поводу начисления, специалисты рекомендуют обратиться в консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ по бесплатному телефону 8 800 333 7007. Он сейчас на ваших экранах. Здесь сверят цифры в квитанциях и подскажут, как действовать дальше, если выявят ошибки. За месяц операторы центра обрабатывают около 2000 звонков жителей края. Все поступающие сигналы держат на контроле. Обращения о росте платы неправомерном рассматриваются и отрабатываются в течение трех дней. То есть от нас уходит информация в органы местного самоуправления, держится все это на контроле. И пока мы не получим комментариев, разъяснений этой ситуации, все-таки, да, там, нарушили это действие предельного индекса и начислили больше, либо нет, все в порядке, оператор держит на контроле и делает обратный звонок тому, кто к нам обратился.